Доброе утро, сказали, сегодня сколько раз, Анна? Много раз. Кстати говоря, я тебе ни разу не говорила. Доброе утро, Паш. Анечка, хорошего дня. И вам, дорогие телезрители. Итак, Анна Шабадал, Павел Савченко. На календаре уже 17 декабря, вовсю идет подготовка к Новому году, и не только у нас в студии. В предвкушении праздника находятся и артисты Челябинской филармонии. Сегодня они в нашей студии, готовы поделиться своими планами и рассказать о том, какие мероприятия пройдут в концертном зале имени Прокофьева на предновогодней неделе. Итак, у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер Уральского духового оркестра Игорь Ежов, и пианистка, дипломант международного конкурса Ирина Головина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите же о своих планах, что нас ждет вот в эту новогоднюю декаду. Кто первый, начинай. Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что Челябинская филармония подготовила целых пять концертов. В концертном зале Прокофьева. И они пойдут друг за другом. И это начнется с 24 по 28 декабря. И, конечно, мы, артисты, уже сами в предвкушении этих концертов и праздников. Я хочу сказать, что, оказывается, новогодняя пора – это такое время, когда любой человек, взрослый, ощущает себя ребенком и ждет волшебства, чудес. И, конечно, для того, чтобы эти чудеса свершились и что-то хорошее пришло, ну, хочется оказаться в такой соответствующей атмосфере. Мне кажется, ничего лучше не придумать, чем прийти в концертный зал Прокофьева. Ну, я здесь соглашусь. Просто, на самом деле, правда, ведь артисты, понятно, что это много работы в новогоднюю декаду, но артисты ведь не про работу, артисты ведь про идею. Так вот, с какими идеями приглашаем нынче челябинцев и чем удивлять будем? Ну, что касается Уральского духового оркестра, у нас концерт состоится 24 декабря, называется концерт «Новогодние конфетти». Очень интересная программа, разнообразная. Зрители услышат и исполнение на ксилофоне, на саксофоне, на трубе, на кларонете, тромбоне. Ведущий будет Святослав Хазов, он исполнит несколько песен. Будет зарубежная музыка, скажем, из репертуара Синатра. Очень хорошая аранжировка. Вот сейчас в мире самый лучший японский аранжировщик. Очень хорошо пишет для духового оркестра. Русская музыка, естественно, будет. Мы сыграем и споем «Ой, мороз», естественно, как без этого. Но споем, да. Тут весь зал будет петь. Папури на тему русских народных песен. «Русская душа» называется. То есть такая разнообразная программа. Много интересной разной музыки будет. Я думаю, что зрителю это понравится. И, насколько я знаю, билетов уже очень мало осталось. Надо поспешить, да. Надо спешить, действительно. Те, кто желает попасть. Про 24 число понятно. А для детей вообще будет или нет какие-то программы? Да, мы уже вот играли во вторник. Образовательный центр. Улица скульптора Головина. Улица, да? Ой, извините, Головина. Столько всего, понятно. На северо-западе очень хороший образовательный центр. Вот, 19-го мы играем в школе по Красной, по улице 1-й, улица Красная. Ну, 25-го мы в Карталы поедем. Там у нас концерт тоже новогодний. Поэтому не только филармонима с выездом. То есть вы мало того, что приглашаете к себе, вы еще и сами успеваете съездить? Да, да, да. Это хорошо. Я предлагаю прямо сейчас, не откладывая, приглашать на даты, когда еще билеты есть телезрителей. И на концерты, что там будет, кому приходить. И посмотреть, где можно афишу правильно, и выбрать ваши репутаты. Кстати, неплохой вопрос, да. Но я хочу сказать, что билетов уже действительно остается очень мало. И не только на 24-е, на концерт Уральского духового оркестра, но и, например, на 25-е декабря. Где нас порадует маэстро аккордеон лучшими произведениями всего сезона. Программа называется «Новогодний калейдоскоп». И в ней участвует также солистка филармонии Наталья Кралина, которая не так часто приезжает в Челябинск. Вот она нас посетит перед Новым годом. 26-го числа Уральский диксилент готовит программу «Фейерверк джаза». И обещает зрителю искрометные коктейли с джазовых мелодий, с танцевальных мелодий, с новогодних песен. Там будут участвовать молодые исполнители, очень обаятельные дети. Все студии «Бэби джаз», степ-дуэт Александра Новиков и Любовь Кошелева и солист камерного хора Борис Цыпшев. Его, кстати говоря, Бориса можно услышать и на следующий день, 27-го декабря. Это будет концерт солистов филармонии, называется «Новогодняя ретро». В общем, все самые любимые хиты советской эстрады на новогоднюю тему мы услышим. Он будет петь Алина Анищенко, Екатерина Берсенева, Святослав Хазов, Екатерина Иванкова и инструментальный ансамбль под управлением Владимира Ашерова. И завершает череду новогодних праздничных концертов программа камерного оркестра «Классика». Это будет до 28-го числа. Спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время. Уважаемые телезрители, надеемся, вы все запомнили. Если нет, бегом в кассы приобретать билеты. Спасибо. Удачной компанией. Мне вообще кажется, когда Ирина говорит, уже как будто песня идет. Напомним, что у нас сегодня в студии были художественный руководитель и главный дирижер Уральского духового оркестра Игорь Ежов и пианистка, дипломат международного конкурса Ирина Головина. Ну, опять-таки, до Нового года, слава богу, еще есть время. И время определиться с тем, где вы собираетесь провести предпраздничную предновогоднюю неделю. А вот куда можно сходить уже в ближайшие дни, узнаем из нашей традиционной рубрики Афиша.